Время новостей 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 Естественно Нам подавали документ Время новостей Время новостей Время новостей То есть вы будете экономистом? Нет, я хочу пойти в политику У меня есть план Я не знаю, получится, нет Что-то в этом роде А куда? Как далеко? Большую политику? Хотелось бы Уступление в президи А куда? В британ Украинская Украинская школа Это не российское образование О, вы безняшки, да? Да Какой завод? Девушки, какие у вас планы? Похожие или совершенно разные? Похожие Убились Куда? Пока еще не определились На экономику А вот вы определились Убудь экономистом А вы нет? На менеджмент Тоже они похожи Из беженой области, да? Ну, Адерюч, скажите, пожалуйста Какие планы на будущее строите? Уближайшие Сначала вступить А потом? Потом зарабатывать Чтобы Реализовались Планы И сбылись мечты Надо приложить Максимум усилий Но в этот Особенный день Хочется верить И в волшебство А потому 76 медалистов Загадав свои Заветные желания Выпускают В небо шары Ну, а начинался Праздник Под названием Бал выпускников 2014 С концерта И Поздравлений И вы Наше будущее Вы должны Нас сменить Через определенное Количество лет Это Бывает Всегда И Вот именно Вы Достойны Того Чтобы Возглавить В Пушкинском районе В будущем И Муниципальное Образование И Школы И Объекты Здравоохранения Может быть Кто-то Возглавит Пушкинское УВД А может Кто-то Возглавит УВД Московской области То есть Надо стремиться К лучшему У вас для этого Замечательный потенциал Хотелось бы пожелать вам Более Легкого Пути Нежели Тот Через который Окунули силуэт В наше время Ну да Были Строгие Меры При сдаче экзамена При написании сочинения Ну да Ходили преподавать Пересмотрели Кто там Скисывает Кто там Кользится шпаргавой И То Положение Дел Через которое Прошли вы Ну в общем то Честно говоря Мне вот За одно это Хочется снять перед вами шляпы Потому что Точнее что вы прошли Ночью из дома Я Воспешу В кассе Спасибо за билет Подношу Может Первые За тысячу лет Дай День Это от детства Песня 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 Приятным Приятным Сюрпризом Стало На выступлении Солиста Группы Мистер Икс Виталия Володина Ну и конечно же Прозвенел Последний Звонок По сложившейся традиции Лучшим выпускникам Вручили ценные подарки Часы С изображением герба Пушкинского района И гравированной надписью Выпускнику 2014 Было на этом торжестве И нечто Что выбивалось Из привычного ритуала Ну этот год Очень уникальный 2014 для нас Потому что на сегодняшний день У нас нет золотых И серебряных медалистов У нас с вами Есть медали Министерства Образования Московской области Поэтому они Вручились и золотых И серебряных медалистов Поэтому в этом году Дети не разделили У нас и дети Вручения Медали Впрочем то Что от четкого Разделения На серебряных И золотых медалистов В этом году Отказались Не играет большой роли Важно другое Медалисты Составляют 10% От всего числа Вопускников В Пушкинском районе Это хороший показатель Управление Образование Района И впредь намерено Не удерживать Эту планку У нас 10% Мы стараемся Держать От общего количества Качество Образования Наши Медалисты Наше качество Образования На совещание По строительству Дорожной развязки В районе городского Поселения Тарасовская Губернатор Московской области Андрей Воробьев Прибыл на вертолете И провел Это самое совещание В оперативном режиме Менее чем за 30 минут Однако От снятого там Видеоматериала Нашему корреспонденту Петру Кузнецову Хватило на развернутый Репортаж Который продолжит выпуск Меньше 20 минут Длился визит Губернатора В Пушкинский район Однако За это время По его словам Удалось получить Исчерпывающую Информацию Чтобы донести До наших зрителей Материалы О ходе строительства Ярославской развязки Нам пришлось давать Развернутый Репортаж Главная задача У этой части дороги Да Это конечно Чтобы люди И пользователи дороги Получили удовлетворенность В какой ситуации Сегодня происходит движение Мы все хорошо знаем На что она рассчитана На пропуск автомобилей До 2020 года 200 тысяч автомобилей В сутки Вот сегодня Где-то примерно 100 То есть Вот этот маленький Небольшой фрагмент Который включает На самом деле Большой комплекс Это пешеходные переходы Это транспортные развязки Это мосты Это дублеры Он позволит Такой поток пропустить Ну и конечно Весь комплексный Такой подход Он позволит Вот в этом месте Получить ощутимый результат Ну представляете Да 10 полос движения Основной проблемой Строительства Стал перенос Многочисленных коммуникаций Вплоть до Строительства Новый ЛЭП И это не удивительно Потому что Магистраль Строится по самым Современным технологиям Мы здесь делаем Усиленную дорожную Одежду Она состоит из нескольких Слоев Первый слой Это песчаный Постилающий слой Из песка С кисцентной фильтрацией Не менее 2 метров в сутки Это 50 сантиметров Дальше укладывается Чебеночная Песчаная смесь Укрепленная с сементом Вот мы ее можем увидеть Вот она здесь лежит Чебеночная Песчаная смесь Укрепленная с сементом Дальше она армируется Георешеткой Специальная георешетка Которая позволяет Проармировать Два слоя Которые будут укладываться В верхний слой основания На щебеночную Песчаную смесь Это нам позволяет Избежать Отраженных трещин Которые могут появиться На дороге Отраженные Если вы ездили на покрытие Сейчас вы видите Такие трещинки есть Которые выходят снизу Чтобы этих деформаций Не было Не выходили наверх Для этого укладывается Армирующая сетка Которая гасит Эти деформации И они не выходят На верхний слой Асфальтобетонного покрытия После данной Армирующей сетки Укладываются Три слоя Асфальтобетона Асфальтобетона Укладываются Сначала Крупнозернистый Асфальтобетон Пористый Потом укладывается Мелкозернистый Асфальтобетон Плотный И верхний слой Окончательно Укладывается Щебеночно-мастичный Асфальтобетон Это тот верхний слой Покрытия Лисовая стана По которому ездит Транспорт Вот такая Сегодня идет Конструкция Сегодня современная Технология который позволяет выдержать тот модуль упругости, расчетный, который по данной интенсивности и рассчитан. Так как у нас две полосы в одну сторону и в другую, вот такие технологии мы здесь применяем. Сколько по времени держится такой слой? Мы даем гарантию на такую конструкцию 5 лет. В течение 5 лет, если возникают какие-то дефекты, мы их устраняем за свой счет. Там, где у нас есть стесненные участки дороги, где мы не можем с высокой насыпью подойти и за счет откосной части взять эти земли, мы делаем подпорные стенки вот из таких армагрунтовых блоков. То есть они ставятся, это нам позволяет вот эту часть дороги в ограниченных узких пространствах построить, не заходя там на какие-то участки, потому что земельные участки очень сложно отвезти, не хватает земли, нет полосы отвода, есть коммуникации, есть жилые строения. Поэтому вот такие вот вещи у нас применяются на данной стройке. И все же главной проблемой строительства стал вопрос землевладения, который на некоторых участках пришлось решать через суды. Проготовка территории здесь сложная. Вот на этом участке нам предстоит выкупить объектов недвижимости, более 500 объектов. Из них более 300 – это объекты жилого фонда. 317 семей нам необходимо расселить, в том числе это социальный найм, это коммунальные квартиры и долевая собственность. Вот те, значит, объекты, которые наиболее проблематичны в точке зрения согласия людей. Мы разымаем для государственных нужд и имеем возможность представить только то, значит, те параметры жиле, которые у них были. Поэтому вылекаются один в один. Один в один. Значит, вот у нас там на схемах указано, особенно характерно для... Это то, что мы должны расселить. Да, вот обход Тарасовки – это вот окончание нашего участка. Вот с Москвы мы соединяемся уже перед Пушкиным. И вот тот жилой фонд, который необходимо расселить. Вот, наверное, покрупнее выделен. Значит, на сегодняшний день мы только на половине пути находимся. Значит, нам предстоит еще более 150 объектов. Судебные процедуры, да? Значит, практически да. Здесь свою роль должны сыграть органы местного самоуправления, хотя их полномочия весьма ограничены. Единственное, чем мы помогаем, это мы в администрации собираем людей на общественные слушания. И если просят нас те организации, которые занимаются расселением, оценкой имущества, конечно, я в этих общественных слушаниях тоже принимаю участие. Значит, поддерживаю в каких-то вопросах жителей, в каких-то требованиях чрезмерных или незаконных тоже людям объясняю. Вот, идет такой диалог, достаточно нормальный диалог. Ну, людям, конечно, хотелось бы, чтобы расселили их побыстрее. Ну, пока еще расселим малый. Есть серьезные, я считаю, вопросы. Вот, вчера обратилась женщина, у нее две сотки земли и маленькая частичка дома. Дом, конечно, уже тоже не очень хороший. Я оценку, значит, миллион восемьсот. Ну, мы понимаем, что, ну, она живет и живет в этом домике, да, и никому ничего не просит, потому что, ну, понимает, что это ее частная собственность. Но если сейчас компенсация миллион восемьсот рублей, понятно, что за миллион восемьсот рублей она не купит жилье на троих взрослых человек в семье. Ну, я думала, что этот вопрос тоже, сейчас диалог идет между оценщиками, между ними тоже разрешится. Есть такие, вот, по крайней мере, пара таких вопросов есть. На совещании собрались руководители самых различных ведомств. И прямое общение на месте позволило оперативно решить множество вопросов. Мы не можем подобрать альтернативу для того, чтобы людям предложить. Мы попытались в новостройках определить, но там также, значит, не позволяет, то есть, новостройки перевести квартиры, перевести в коммунальные квартиры. Есть ограничения по области, в том числе, по этому вопросу, что не позволяет нам эти вопросы все в опустое. В том числе и коммунальные. Собирайтесь в клубе, вот, со всей караспой, рассказывайте, что строят. Что в любом случае там будет реализовано. Важно, чтобы мы долгостроили, мы не ушли. Хорошо. Вы говорите? Конечно. Хорошо. И вот этот участок, сколько километров? Значит, он с 22-29, 7,5 километров. То есть, первый 3 километра, второй 7 километров? 3,5 и 7,5. Тогда мы расшиваем и расслабим. И мы до Пушкина расшиваем. Но мы на этом не останавливаемся. Мы заканчиваем проектирование следующего участка. От 29,47 до Малого Московского Тундукальца. До ЦКАДа практически. И мы, значит, вместе с госкомпанией устраиваем общую, значит, транспортную связь, развязку на ЦКАДе. Значит, и вот как бы завершаем тут этап реконструкции, которая определяет самые нагруженные участки Ярославского шлиста. А вот эти 7 километров планово когда мы можем сдать? Значит, у нас в плане 15-й год, март месяц. Но, к сожалению, мы сегодня уже где-то на полгода отстаем. Нам надо сейчас такой рывок очень мощный сделать. Без нашего участника здесь ничего не будет. Я понял. Здесь нельзя в стороне стоять, как ростом ходов. Люди наши живут. Ну, вот что, давайте расселять. В Пушкина строим, в Королеве настроили так, что не прогаснуть. Тесто не тяжело. Андрей Юрьевич, есть еще одна проблема, связанная с коммуникациями. Просьба какая к вам? Значит, у нас, ну, понятно, там, и мы тоже, как бы там, есть задержки. Но Мособлгаз, как бы параллельно, у нас здесь 10 пересечений газопровода, и одно, значит, вдоль проложения. Значит, какое бы то совещание провести, чтобы мы позволили параллельно с оформлением соглашений, с оформлением прав собственности на объекты переустройства, позволили нам работать. Это значительное. В рабочем порядке, да, мы решаем, что Галуков идет на встречу. Большая ответственность легла на руководство района. Именно им приходится выполнять указания губернатора, не забывая при этом об интересах своих жителей. Те согласования, которые ведутся сегодня, мы стараемся рассматривать эти документы без очереди, понимая важность этой задачи, общей нашей задачи, обеспечить всех комфортной дорогой. Спасибо. Такое большое строительство, это как ремонт квартиры. Вы как хозяин района испытываете хлопоты какие-то или проблемы? Ну, хлопоты испытывают все, в том числе и жители нашего района. Почему? Я уже повторюсь, что дорога на сегодняшний день сужена, по ней ходит строительная техника, подвозятся сюда необходимые материалы. Но это, я еще раз повторю, это временные трудности. И без этих временных трудностей, к сожалению, провести вот такую глобальную реконструкцию Ярославского шоссе было бы невозможно. Практически ежедневно в средствах массовой информации появляются сообщения о погибших и раненых на юго-востоке Украины. Изо всех уголков России поступает гуманитарная помощь пострадавшим. Пушкина также не остается в стороне. Первая партия гуманитарной помощи благополучно добралась из Пушкина в Донецк в самом начале июня. А на этой неделе в городе вновь открылись пункты сбора помощи для юго-востока Украины. Наша съемочная группа посетила один из таких пунктов. В Пушкина продолжается сбор гуманитарной помощи для юго-востока Украины. По-прежнему самым необходимым и насущным остаются медикаменты. Дом дружбы по адресу улица Тургенева, дом 5. Пожалуй, основной из четырех пунктов сбора гуманитарной помощи, открывшихся в Пушкино. Главный спасатель Пушкинского района Олег Голубь и директор Дома дружбы Хамдия Вахитовна Ромаева, которая долгие годы занимается благотворительностью, вновь объединили усилия в сборе средств гуманитарной помощи для юго-востока Украины. Решили, что нужно что-то делать, потому что крик души был очень уже такой громкий. Организовали сначала на лестнице, что нет фашизма на Украине, надо помощь собирать в Славянску. Вы знаете, на второй же день люди стали сюда приходить. Самое удивительное, пришли первыми старики и старухи, своими палочками. Еле несет пакеты, но несет. Человек, проживший войну, он знает, что это такое. У главного организатора сбора помощи Олега Голубя есть и другие неравнодушные помощники. Рабочая сила волонтеров, так скажем, что это пушкинцы 21-й, которые активно с первого дня приняли участие в сборе гуманитарной помощи. В принципе, на них легла вся работа по сортировке, по упаковке этого груза, потому что, ну, как бы, спасатели не всегда успевают. Они собирали на склад, а ребята приходили, сортировали. Что вас заставило принять участие в сборе гуманитарной помощи? Из каких соображений вообще все это делаете? Ну, охота, как-то людям помочь. Это общая беда, как бы, получается. Вот поэтому у нас решили помочь тоже. Я не только призываю молодежь, а всех пушкинских жителей и молодежь, как, ну, не основную часть населения, но все равно большую, молодую, которая вырастает, чтобы она принимала активное участие в волонтерской деятельности. Почему? Потому что, во-первых, это развивает не только патриотизм, а во-вторых, это Украина, это народ, это наши братья, и мы должны им помогать. Помимо медикаментов требуются продукты питания длительного хранения – консервы, крупы, макароны, чай, кофе, сахар, детское питание, а также одежда. Посмотрите, это хорошие вещи детям, которые здесь беженцы, для взрослых, вплоть до сумок. Взрослые теплые вещи и такие, даже есть телефон. Что принести – это медикаменты первые необходимые, перевязочные бинты, антибиотики, лекарства, йод, марлевые повязки. Первая партия гуманитарной помощи выехала из Пушкина в Украину в самом начале июня и благополучно достигла Донецка. Когда отправится вторая партия помощи, пока не определено. Главное – собрать все необходимое. Уважаемые жители Пушкина и Пушкинского района, я обращаюсь к вам в связи с тем, что на Украине сейчас, как вы видите, достаточно сложная обстановка. Идет практически гражданская война, очень много раненых, и поэтому мы организовали пункты приема сбора гуманитарной помощи. При вашем сострадании и желании помочь нашим братьям с Украины, вы можете принести гуманитарную помощь по четырем продуктам. Дворец спорта Пушкина, спорткомплекс на 55-го КСМ, Дом культуры и Дом дружбы на Трангенево. Покорить не берусь, но, вставая из тьмы веков, русской силой держалась Русь. Отслужила свое хлеб-соль, мир не стоит нашей любви. Русский русскому, как пароль, имя нации назови. Перешел в набат благовест, и нельзя избежать борьбы. Могут вынести русский крест. Только наши с тобой горбы, русским духом народ. Крепись у последней своей черты русский русскому. Поклонись русский русского. Защити душу русскую. Сохрани землю русскую. Сбереги в окаянные эти дни. Русский русскому помоги. А сейчас небольшое объявление. 28 и 29 июня на 5-м километре Красноармейского шоссе на Левковской горе в рамках празднования Дня молодежи состоится историко-патриотический фестиваль. Детских и молодежных объединений Левковский бивак. Вас ждут реконструкция сражений 17 века, сражений в войне с Наполеоном 1812 года, интересные мастер-классы по историческому фехтованию, трыльбе из лука, арбалета, пушки и воинское дело. Будут работать площадки музея доспеха, музей артиллерии, быт 1812 года, народные игры и обряды, ярмарки и многое другое. Напомню, место проведения Пушкинский район – 5-й километр Красноармейского шоссе Левковская гора. Начало в 11.00. Вход свободный. Не пропустите. Ну а на нашем канале не пропустите новую программу. Мы начинаем цикл передач о лучших предпринимателях Московской области и возглавляемых ими предприятиях, об историях их становления и успеха. Следите за эфиром. Это были все новости на сегодня. Что будет дальше, покажет программа «Время новостей». Я с вами прощаюсь. В студии была Алена Очукова. Всего хорошего и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин